Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Вести Карачаев , Черкесия оперативники по горячим следам задержали подозреваемых в кражах из автомашин. В дежурную часть обратился 40-летний местный житель. Он сообщил полицейским, что неизвестное лицо путем свободного доступа из его автомашины, припаркованной около дома, совершило кражу автомагнитолы. В этот же день с аналогичным заявлением обратился еще один житель Черкеска. По горячим следам по обоим кражам установлены подозреваемые. Ими оказались двое жителей Черкеска 21 и 20 лет, которые задержаны и дали признательные показания. Похищенная техника изъята и будет возвращена законным владельцам. С 1 сентября начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии моему коллеге Умару Тикееву рассказала исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется дачная амнистия 2.0. Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Беспилотная авиация проводит мониторинг лесопожарной обстановки в Карачаево-Черкесии. Накануне специалисты выезжали в район Софийских водопадов Зеленчукского района для проведения тренировочных полетов, а также мониторинга лесопожарной обстановки. С помощью беспилотных летательных аппаратов наглядно можно выявить и определить очаг, площадь, координаты территорий, подвергаемые лесным пожарам, палам травы, паводку и другим опасностям. В республике стартовал осенний этап продаж по программе туристического кэшбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кэшбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР и на эту же карту автоматически возвращается 20 процентов от стоимости поездки. Общереспубликанский субботник, посвященный столетию республики, пройдет 26 августа и 2 сентября на территории Карачаева-Черкесии. В ходе открытого чата в телеграм-канале глава региона Рашид Тимрезов призвал жителей региона присоединиться к генеральным субботникам. В рамках субботника будут очищены общественные и домовые территории, гостевые дороги, популярные места для отдыха жителей и гостей республики, берега водных объектов. Мероприятия пройдут во всех населенных пунктах республики. Запланировано участие более чем 10 тысяч человек. Любой желающий может присоединиться к масштабной акции. Для уточнения участков проведения уборки можно обратиться по номеру 264894. Студенты Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова принимают участие в Международном детском культурном форуме на территории ВДНХ в Москве. Форум направлен на развитие и укрепление творческих связей, приобщение детской аудитории к российским и мировым достижениям в области культуры, поддержку творчески одаренных детей, популяризацию отечественного историко-культурного наследия. В афишу включено свыше 60 различных мероприятий, которые разделены на просветительские и фестивальные. Это лекции, творческие мастерские, круглые столы и арт-школы. Юных участников форума также ожидают встречи со знаковыми деятелями культуры. В Черкесске 27 августа пройдет всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой в кинотеатре Чарли состоится бесплатный показ трех российских фильмов. Это «Чемпион мира», в основе которого лежит история матча за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Второй фильм «Фантастическая комедия. Пара из будущего» и третий «Последний богатырь. Посланник тьмы». Показ фильмов начнется в 18.10 «Последний богатырь», в 20.45 «Чемпион мира» и в 23.00 «Пара из будущего». Напомним, «Ночь кино» — это ежегодная всероссийская акция, которая включает не только показы известных фильмов, но и лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами. В этом году она пройдет в регионах уже в седьмой раз. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф». 28 августа на всесезонном курорте Архыс откроется этап первой всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, а именно соревнования по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк. За титул сильнейшего будут бороться 76 велосипедистов. Всероссийскую спартакиаду в этом году принимают несколько регионов страны. В Москве разыграют комплекты медалей по 18 видам спорта. Республика Татарстан проведет соревнования по 11 видам, Московская область по 6, Санкт-Петербург по 3. Соревнования также пройдут в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях и Камчатском крае. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали золото и две бронзы на всероссийском турнире по панкратиону, который прошел в городе Героя Севастополя. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 регионов России. Карачаево-Черкесию на турнире представили воспитанники бойцовского клуба «Альфа» из города Карачаевска. Так, по итогам турнира золото выиграл Леоан Кепкеев. Бронзовые медали завоевали Ислам Шедаков и Эльдар Байчоров. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 29-34 градуса выше нуля, в горах местами до 29 градусов выше нуля. В южных районах высокая пожароопасность 4 класса, в Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки 33 градуса выше нуля. Реклама Только до 4 сентября в Кисловодском цирке Новая грандиозная шоу ГИИ Рация «Пещаная сказка» Код города 8-7-9-37-2-96-58 Категория 0+. Это все основные новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова